Скажите, пожалуйста, Алла Борисовна Пугачева где? Только что прошла, в 351-ю. 351-ю, бежим, бежим. Спасибо. Так, а кто-нибудь... К кому можно подойти-то? Хотели бы вы, чтобы, допустим, еще хоккейная «Динамо» стала играть в КРХЛ? Нужна ли нам вторая команда в Москве? Конечно, конечно. Должна быть конкуренция. Наш комментатор Андрей Шостаков очень популярный, поэтому к нему целая очередь из журналистов выстроилась. Мы крайне занимали. Меня посадили в такую комментариевскую кабину, там летучие мыши. Любые запчасти на любую иномарку. Жукова 21 и Северный 7. Здравствуйте, уважаемые болельщики. Мы присутствуем на матче с КАЦ и СКА. Сегодня СКА встречается со своим самым принципиальным соперником – московскими армейцами. Буквально уже дышим им в спину. И сегодняшняя игра будет большим доказательством того, кто же все-таки на самом деле сильнее – московские армейцы или петербургские. Юрий Васильевич, пришли на этот матч, потому что самый принципиальный соперник? Или вы каждую игру посещаете? Я стараюсь посещать все игры, но, конечно, ССКА – это отдельная команда, которая сегодня собирает большое количество зрителей. Всегда это противостояние интересно. Вспоминаете тот матч, когда… те матчи, когда СКА вытащил серию с 3-0. Казалось, что уже безвыходная ситуация. Да, конечно. Нравится вам Олег Знарок как личность, как мужик, как человек? Ну, мне нравится то, что он спокоен и то, что знает, как профессионал свое дело. Новая база, которая возле Ледового сейчас строится, да, уже почти она готова. Для города какое она имеет значение? Ну, дело в том, что у нас сегодня не хватает объектов спортивных. И, конечно, это еще дополнительный объект, который даст возможность привлечь много детей на игры в хоккей. И я думаю, что этот лед будет полезен всем, и не только хоккеистам. Хотели бы вы, чтобы, допустим, еще хоккейная «Динамо» стала играть в КХЛ? Нужна ли нам вторая команда в Москве? Конечно, должна быть конкуренция в Санкт-Петербурге. Эта конкуренция должна быть здоровой среди тех команд, которые сегодня готовятся, и которые будут выступать вместе с нашими звездами СКА. И я думаю, что такая хорошая конкуренция позволит нам вырастить хороших спортсменов, для того, чтобы были команды. Чем больше команд, чем больше конкуренции, тем больше звезд мы получим в Санкт-Петербурге. Наш комментатор Андрей Шостаков очень популярный, поэтому к нему целая очередь из журналистов выстроилась. Мы крайне занимали. Ребята, а зачем вы пришли к Андрею? Просто как к кумиру поздороваться или совет дать какой-нибудь? Просто хотим пообщаться с Андреем. Ну, гарность зашкаливает. Да, Андрей! Спасибо большое. Заходите. Кстати, вы тоже можете заснять. Да, да, да. Комментаторскую кабину заснимайте. Да, да, интересно. Ну, вот так вот я работаю. Вот у меня, как у двоечника, полно шпаргалок. А куда? Куда деться? Хотя сегодня, вот я сегодня говорю, для меня, с одной стороны, напряженный матч, а с другой стороны, очень легкий. Я всех игроков ЦСКА, вот разбуди меня ночью. Я вам расставлю номера абсолютно спокойно в любом протоколе. Иногда бывает сложнее. Вот с тем же Кунь-Луниом мне сложнее было. С тем же Медвежчаком я не всех игроков помню. Андрюша, а как тебе сегодняшний матч? Ну, хороший матч, хороший. Предельная самоотдача и настрой. Настрой, это, я говорю, игроков. И сегодня здорово в качестве главного тренера первый раз играет против квартального. Первый раз. Причем уже не было, он был на кубке. Слушай, показалось, что, видите, Тихонову просто фатально не везет как-то, да? Да, не везет, конечно. Я, кстати, я закричал. Я себе простить не могу. Не любят это болельщики, когда комментаторы раньше времени кричат гол. Ну, я настолько был уверен, что ну все вроде, ну что там, ну вот все, на шайбе в воротах. Тем более, что когда столько времени ждешь именно от Виктора, просто очень хочется, чтобы он забил. И большинство жалко. Очень хочется, большинство, он говорит, тоже жалко. Вот потому что есть в русском языке такое выражение. Где родился, там и пригодился. Не надо было уезжать. Правильно? Конечно, конечно. Хотя он родился в Риге. А ты же как думаешь, а после того, как мы серию вот вытащили с 3-0, да, сильно изменилось наше отношение, болельщиков отношения, да, вот с ЦСКА? Ты уже все забыли, Таня, это сейчас уже история. Другое дело, что мы после той вытащенной серии, спасенной, мы проиграли 7 матчей подряд с ЦСКА. Вот это не дело. Последний раз мы выиграли при Назарове. Да, да, да. К сожалению. У вас Ковальчук, да, на телефоне, а у вас? А у меня? А почему не Панарин? Так, например. А я вот так тогда. Это ваши любимые игроки, да? Да. А почему именно эти ребята? Потому что самые забивные? Нет. Нет, не понятно. Симпатичные. Ну, сердце не прикажет. Ну, как-то все равно. Ну, Евгений мне очень нравится, во-первых, не только как игрок, но и как человек. Обаяние. Потому что мы обаяние его, вообще вот как бы, ну, отношение к болельщикам один из лучших. Потому что никогда никогда не отказывает, потому что после игр мы часто игроков встречаем. Мы с Таней знаем, что такое динамовский болельщик. Мы-то тоже знаем, мы в Москве же были на... А мы транслировали. А мы там были... Меня посадили в такую комендарскую кабину, там летучие мыши даже были. Там никто не работал. Они все, москвичи на балкончиках. На одном балкончике «Россия-2» была, на другом «КХЛ-ТВ». А меня куда-то наверх, я говорю, там точно летучие мыши были. Ты их не видел или реально видел? Да. Ну, летучие мыши. Единственное, что у меня было приятно, что в этой кабине когда-то работал Евгений Майоров. А-а-а. Мы прошли. Привет. Ты чего это? Не уступаем. Если честно, было видно, что команда играет тяжело эмоционально. Ну, со стороны немножко скучноватая игра оказалась на зрителя. Может, Сашки Радулова не хватало? Он там что-нибудь сломал бы или кому-либо шею бы намылил. Немножко тягучая игра была такая. Потому что, да, боялись как бы ошибиться. Романды проще играли, спокойно шайбу пробрасывали. И большие провалы в Уоронах не было. Такого открытого хоккея не было. И ждали ошибок. Нам повезло, что мы забили флорами. И, в принципе, мы продолжали играть так же, не давая много шансов соперника. Скажи, пожалуйста, а кубок мира как-то отразился на твоем эмоциональном состоянии? И вообще на вашем? Потому что все-таки, ну, конечно, все ждали победы. Но вы играли молодцы, все равно очень хорошо. Сезон длинный, всегда бывают спады, подъемы. Так что, будем работать. А боление в Канаде на тебя произвело впечатление? Вот люди, там, может быть, атмосферность? Или у нас ледом не хуже сейчас? Я представлял, но у нас не хуже, на самом деле. Или у нас очень хорошо? Зачем эмблема в середине раздевалки, если на нее никому нельзя наступать? Это же заморочка, надо обходить все время. Это святое у нас, наш логотип. Стараемся это все-таки наступать. Надо как ковер на стену, тогда ее надо будет. Ну, нет, почему? Это, мне кажется, традиция уже во многих клубах так, на самом деле. Везде и по всему миру, например. Примерно. Может, кто-то и не соблюдает это, но мы решили, что мы будем. Да, и не будем в середине. Спасибо тебе большое, Женя. Хорошие игры. А можно вас на два слова? Субтитры. Ну, хоть на два, ладно. Ну, хоть на два. Ну, извините, пожалуйста. Ну, ладно, ничего. Да, увидимся. Это Кирилл, это лучший бомбардир команды ЦСКА, Кирилл Петров. Семь матчей мы не могли в ЦСКА, точнее, не мог у вас выиграть. В чем был секрет успеха, как вы думаете? А вот сегодня Олег Знарок на пресс-конференции признался, что на удержании играли в этом матче. Нет, он сегодня хорошая игра была, и две команды старались. ЦСКА забил, мы забили. Ну, я думаю, что достойные соперники. Олег Знарок, тренер сборной, вам не по наслышке знакомый человек. Насколько вы, когда вот в противоположных лагерях работаете, конфликтуете или нет, или сохраняете дружеские отношения? Нет, уважаемый, естественно, я и на одно дело в сборной работаю, и на одно дело в футболе, и на нормальное совершенно с нами отношение. Игроки вы хвалили вратарей, очень и Сорокина, и Шестеркина. Ваше мнение по поводу игры Галкипера? Ну, и один на ноль, второй, скажем так, не его шайбу. Во второй не поучаствовал, его не было просто. Ну, еще вопросик последний. Скажите, пожалуйста, а вам в Петербург вообще приезжать, вам атмосфера нравится, или чувствуете, что такое противостояние, тяжело эмоционально? Ну, во-первых, всегда классные такие игры, даже ажиотаж, когда это, я думаю, любой спортсмен получает эту любовь. А вы подходите, там, вот до ЦУК стоял, там, пообщаться с какими-то игроками, из которых по сборной знаете, или так некогда? У нас есть время общаться с ребятами, достаточно своей работы, поэтому союточено все на порядке. А Радулова не хватает? Вот мне сегодня не хватило его вот этого, какого-то адреналина, который он обычно утрянул. Нет, у нас все ребята, кто выходит, они достойные, свое место все ставят. А вы следите вообще, как у него там у Саши Радулова дела складываются? Честно говоря, нет, некогда. Не до того, как мне говорится. Ну, естественно, желаем им удачи и переживаем за него. Спасибо огромную удачу в дальнейшем. Вот и закончился матч с КАЦСК. Наша команда победила со счетом 2-0. Очень был интересный матч. Ну, может быть, немного голов было, но ничего страшного. Зато хоккеисты в хорошем расположении духа, и даже можно было поговорить с ним на сегодня. Ну, а мы прощаемся с вами до следующего раза. Смотрите передачу «Ноук Криминалити». Меня и нашего продюсера Дмитрия Широкова не забывайте. Встретимся на следующей игре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова